Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я решила поменять свою локацию, во-первых. Просто решила пересечь в другую часть своей квартиры и попробовать поснимать на другом фоне, потому что мне уже что-то надоело снимать за столом. Решила переместиться на диван, тут у меня висят всякие гирлянды. В общем, надеюсь, это будет приятно глазу и как-то поинтереснее. Захотелось как-то сменить немножечко обстановочку, и я надеюсь, что это будет не зря. И если что, сейчас передо мной стоит камера, у которой не откидывается видоискатель. И я надеюсь, что все нормально видно, я сижу не криво, все нормально. Пыталась настроиться как могла, но не факт, что у меня это получилось. Поэтому, если вдруг какие-то косяки в плане съемки, то прошу меня понять и простить. Потому что я абсолютно не вижу, что происходит в кадре. Сегодня я бы хотела поговорить с вами на тему того, почему я ушла из Литуаль. Потому что после моих видео о моей работе там пришло очень много таких вопросов. В принципе, я отвечала в комментариях, но это было так, знаете, довольно кратко, скомканно и так далее. Поэтому я думаю, что можно посвятить этому целое видео. И также я расскажу вам, почему я бросила универ. Потому что также прилетали комментарии, что кто-то подумал, что я бросила универ ради Литуаль. Что, конечно же, в корне неправда. И, в принципе, по-моему, довольно интересно было бы это обсудить. Как вы уже можете знать, или для тех, кто не знает, я устроилась на работу в Литуаль. Когда мне был, кажется, 21 год, если я не ошибаюсь. Но вроде как, да. Это был 2016 год. Это была моя первая серьезная работа. Где все было не так, как прежде. Где ты не просто договариваешься и приходишь в назначенное время в назначенном месте. А где меня уже оформили по трудовой книге. У меня там был пробный день. Все серьезно было. Там серьезная зарплата, аванс с выпуском карты зарплатной и так далее. И, на самом деле, устраиваясь на эту работу, я не планировала зарабатывать какие-то огромные деньги и так далее. Потому что я думала, ну что там, продавец, консультант. Хоть у меня было написано, что я визажист, у меня были условия немножечко поинтереснее, как лично по мне. То есть я была рада, что, слава богу, что я устроилась именно визажистом. То есть, как бы, несмотря на то, что я была устроена конкретно в Литуале, я все равно была визажистом марки. И меня это более чем устраивало. И я была этому очень рада. И на вакансии было написано, зарплата 40 тысяч. И это правда было так. То есть, зарплата менялась в те моменты, когда я перебивала свой процент. Так как у меня появились друзья китайцы, мой процент перебивался очень хорошо. И я получала больше, чем 40 тысяч в месяц. Чему я была несказанно рада, честно говоря. Потому что я вообще на это даже не рассчитывала. Я даже не знала, что так можно. И там, конечно, было написано в вакансии, что процент с продаж. Но я не думала, что настолько. Честно говоря, я не знаю, как там сейчас устроена эта система. Но когда работала я, там и процент был нормальный. И заработать было реально возможно. Как сейчас, правда, я не берусь говорить. Потому что я попросту не знаю. Но вот этот год, что работала я, меня все очень даже устраивало. Но мне коллеги рассказывали, которые работают там давно. Что там, допустим, за 5 или за 3 года до того, как я туда устроилась, там было вообще. Девчонки какие-то нереальные бабки зарабатывали. И что? И я даже вообще не думала, что такое возможно. Ну, нереальные бабки в плане, когда ты работаешь продавцом-консультантом. В Литуале. А не где-то там. В Гуче, Прада, Лу и вот это все. И у меня действительно хорошо получалось зарабатывать. И у меня выходила хорошая зарплата. И, кстати, так как я туда устроилась работать визажистом, у меня не было опыта как такового. То есть я летом 2016 года решила, что, наверное, я буду визажистом. У меня прошло несколько ТФП съемок там, где красила модели. То есть я просто... Если там кто-то зовут, что-то предлагают, я иду. То есть это было особо так безинициативно. Как-то там красила только подружек. Но я не пыталась себе сделать портфолио. У меня такой задачи не стояло. Ну, а когда я увидела эту вакансию, я подумала, что, а что бы мне не попробовать. И, в принципе, решила, что у меня получится. И, в принципе, когда я уже шла туда устраиваться, у меня было какое-никакое портфолио. И я его показала директрисе. И оно ее устроило. Ну, оно на самом деле было просто маленькое, но в целом нормальное. Нормальное именно для новичка. И когда я работала там, я еще не была уверена до конца, хочу ли я быть фейзажистом, хочу ли я связывать с этим свою жизнь. Но когда я начала уже там работать, я начала очень много практиковаться. Я начала красить в бесконечном количестве коллег, там, каждый день. Всю команду мне было накрасить только в кайф. Также я все время подходила к клиентам, спрашивала, не хотите ли макияж. И так далее. Чтобы просто набить руку, разобраться в себе, надо оно мне или не надо. У меня это получалось, всем нравилось. То есть, действительно, там девочки уходили с горящими глазами. Я не знаю, возможно, это потому, что их до этого никто в жизни не красил. А у меня получалось, в принципе, достаточно аккуратно. И я уверена, что если я сейчас посмотрю на свои старые работы, я увижу там тысячу ошибок, за которые мне будет стыдно. Но, тем не менее, на тот момент мне казалось, что все ок. И всем казалось, что все ок. Всем нравилось, и поэтому я, в принципе, начала в это потихонечку втягиваться. И, в принципе, также мне это нравилось. И у меня появилось также желание развиваться в этом направлении, что я, собственно, и делала. Но однажды, кажется, это случилось, может быть, месяца через полтора после того, как я начала там работать, меня отправили на тренинг от марки Бербери. И там я почему-то вдохновилась настолько сильно, несмотря на то, что он был не особо связан с макияжем, если честно. Нас собрали в отеле Мариотт, который находится около ЦУМа, не помню, что это за улица, если честно, москвичка. И приехала девушка, которая, честно говоря, не вспомню даже, кем она работала в Бербере. Но, в общем, она приехала из Англии. И она нам показывала новые продукты, она все про них рассказывала. И если у меня до этого в Бербере получалось не так уж и хорошо продавать, потому что я их пробовала, я трогала эти продукты. И, честно говоря, у меня не получалось эти продукты раскрыть, чтобы я поняла их на 100%, как они работают. Как их лучше наносить и как раскрыть их максимальный потенциал, так скажем, на лице. Но на этом тренинге рассказали все просто, идеально. И причем, знаете, тренинг-менеджеры, они умеют так подавать информацию, что самой хочется сразу все купить. И это был тот самый случай. Ко мне тогда пришло озарение, что, господи, это самый лучший Брэд на свете! Как здорово, что я пришла на него работать, потому что это вообще the best of the best, самый топчик и так далее. Я тогда очень сильно вдохновилась этим тренингом. И тогда я решила, что так, все, я буду визажистом 100%. И я подумала, все, это то, чем я буду заниматься, это то, чем я буду зарабатывать. Короче, начала разрабатывать свою портфолио. И с тех пор у меня продажи пошли просто нереально. У меня хорошо получалось рассказывать про этот бренд. А тогда мне еще помогли скидки 50%-ные, что было еще гораздо проще продать. И в тот месяц я заработала прям очень даже хорошо, что я вообще даже не знала, что оказывается так можно. Потому что, опять же, это была моя первая работа. И с тех пор я, собственно, начала нарабатывать свое портфолио. Начала много участвовать в съемках. А там, знаете, еще в сезон был такой бешеный график работы, что мы работали очень много. График был примерно 3-1, но иногда он менялся, сдвигался. Не было времени практически ни на что. Но вот, знаете, там, допустим, если один выходной в неделю, а в остальные дни ты пашешь, как проклятый черт. И я в эти дни, вместо того, чтобы отдохнуть, назначала какие-то съемки, назначала какие-то проекты, чтобы пополнить свое портфолио. Опять же, там, отснять какие-то образы, луки и так далее. В общем, тогда я была поглощена этим полностью. Я была просто с головой туда ушла. В общем, именно в этот макияж и в работу. Вообще, у меня жизни, мне кажется, другой не было, собственно говоря. Я работала бесконечно просто. Очень редко, когда я выходила куда-то тусоваться. А если я ходила куда-то тусоваться, то это было после работы. Работать мы заканчивали в 10 вечера. А это же еще нужно собраться, выйти. И вот это вот все. И я могла с работы поехать на какую-нибудь тусовку. А потом с тусовки уже поехать на работу. Круто, когда в 21 год ты можешь себе позволить заниматься такими вещами. Поспать час, почувствовать себя огурцом и поехать обратно работать. Ну, конечно, было там тяжко моментами. Но в целом я нормально это все переживала. Но и в целом, на самом деле, усталость копилась, копилась, копилась. Потом закончился сезон. Знаете еще, что меня бесило? Но это совершенно очевидно. Это и сейчас меня преследует по жизни. То есть это не Литуаль виноват. Это, в принципе, такая сфера, где у тебя просто не существует праздников. То есть, например, на встречу нового 2017 года. То есть в 2017 году, 2 января, меня уже хотели отправить на работу. И, в принципе, для кого-то это, возможно, и нормально. Но я привыкла проводить, ну, хотя бы 3 дня где-нибудь, там, на даче с друзьями, там, или еще где-то тусить. В общем, там, знаете, чилить, отдыхать, праздновать и так далее. Но меня хотели поставить 2 января на работу. Для меня это было просто трагедией. То есть вы представляете вообще? То есть с 31 на 1 ты тусуешься, потом у тебя еще проходит день после того, как ты перво отсыпаешься после того, что было этой ночью. И на следующий день тебя на работу. С 9 утра, с 10, ладно. Для меня это была трагедия, но, слава богу, нашлось, кому меня заменить. И я вышла на работу 3 или 4, по-моему, даже. В принципе, в тот момент, когда я поняла, что я хочу быть визажистом, я в этом была абсолютно убеждена на все 350%. Я тогда училась в универе на втором курсе на вечернем отделении. Я поняла, что оно мне не надо. Плавненько подходим к тому, почему я бросила универ. Это произошло не ради летуали. Я не собиралась работать в летуале всю жизнь. Я понимала, что для меня это отправная точка. Я всегда это понимала. Естественно, я не ходила практически весь семестр на пары, потому что я просто не могла учиться физически, потому что у меня была работа. Мне стало гораздо интереснее зарабатывать деньги. И, в принципе, меня на самом деле универ очень сильно бесил, потому что я до этого училась в колледже. И я знаю, что такое интересное обучение. И вообще колледж это было, наверное, самое лучшее время в моей жизни, потому что это то самообразование, которое действительно пригодилось. Я училась на специалиста по рекламе. И у нас были очень интересные предметы, например, как графический дизайн, живопись, видео, монтаж, 3D и все такое. В общем, на самом деле у нас там было очень много максимально интересных и, что самое главное, актуальных предметов, которые действительно могут пригодиться. И колледж дал прям такую хорошую базу. И дальше, кто захотел, продолжил развиваться в этом направлении уже самостоятельно. Кто не захотел, те просто умеют делать всякие клевые штуки и не составляет труда, там, я не знаю, сделать что-нибудь в фотошопе, смонтировать видос и так далее. В 3D я не умею, к сожалению, работать, если что. Это то, что я проболела, так скажем. И очень зря, кстати. Вот за это реально обидно. И когда я шла в универ после моего колледжа, я думала, что там будет тоже примерно так же интересно. На самом деле мне объясняли, что реклама и связи с общественностью в колледже и в универе — это совершенно разные вещи, потому что в колледже тебе дают практические знания. В универе они больше относятся к теории. И так оно и произошло, потому что пары были максимально скучные, пары по маркетингу проходили просто под бубнеж преподавательницы, которая просто сидела и с ноутбука все читала монотонным голосом, было просто невозможно слушать, высидеть и так далее. Преподавательница, такое чувство, она совершенно была не заинтересована как будто нас выучить, она просто приходила, читала все, что ей нужно было и уходила. Потом, что самое интересное, на ее предмет ставились экзамены, и она всех имела в хвост и в гриву за каждый неотвеченный вопрос. А вопросы были типа того, как называлась первая печатная газета, выпущенная на Древней Руси в таком-то там году, и как звали человека, который это придумал. Типа того, короче, бред, нахрена мне это знать? Я понимаю, что сейчас могут многие написать это для общих знаний, для эрудиции и так далее, но, честно говоря, есть вещи гораздо более актуальные, которые можно проходить по журналистике, по маркетингу и так далее, которые могут также пригодиться, но, видимо, не в этом университете. Короче, мне совершенно не понравилось, меня выбешивало все. И, в общем, несмотря на то, что я исправно посещала пары и так далее, было мало чего я узнала. И, наверное, единственное, что мне было интересно, это у нас там, кажется, была философия, теология, что-то типа того. Если я не ошибаюсь, опять же, у нас там было много каких-то странных предметов. В общем, вот это вот мне было интересно, а так в целом абсолютно бесполезное образование. И моим триггером, чтобы бросить этот университет, стало то, что как-то раз я пришла сдавать какой-то экзамен, английский, что ли, или типа того, а меня к нему не допустили, потому что у меня был неоплаченный семестр. И я не знаю, по чьей вине это было сделано, наверное, просто там кто-то забыл или что. Короче, мне нужно было срочно оплачивать этот семестр. Я очень сильно с этого психанула и позвонила маме, сказала, мам, все, я, короче, увольняюсь из этого университета. Все, я все решила, я больше не могу, если раньше мои такие психи-мамы воспринимались. Я тебе брошу универ, типа ты совсем обалдела. То в этот раз выслушала меня, я ей все по полочкам разложила, я сказала, что я не вижу смысла вообще учиться здесь, потому что это не образование, это просто корка, а нахрена мне нужна просто корка? Я этого не понимаю, хоть убейте, будет подпирать стол шатающийся или будет служить подставкой под кофе? В общем, честно говоря, в этом смысла я не вижу. Я убеждена в том, что если уж получать образование, то нужно получать его качественно, нужно действительно, чтобы было интересно, нужно быть поглощенным специальностью, на которую ты обучаешься. И просто корка в современном мире, я уверена, что оно имеет, ну, очень маленькое значение, ну, в редких случаях. Потому что, на самом деле, мы вот так вот обсуждали много раз с моими друзьями, которые позаканчивали Бауманки, которые позаканчивали там еще какие-то универы крутые. И вот это вот все, что мое образование колледжа в итоге оказалось самым полезным из всех, что они получали, потому что у меня хотя бы это применимо на практике, а остальные вещи нет. У меня все, кто закончил Бауманку, никто не работает по специальности, ни один человек. Я уверена, что такие люди есть, кто работает по специальности, да. Я просто говорю про людей, которые встретились мне на пути и с которыми я обсуждала такую вот ситуацию. Да и я вообще, в принципе, знаю мало людей, которые работают по специальности. Поэтому я все аргументированно рассказала маме, она меня услышала, и слава богу. Потому что для меня в таких вопросах ее мнение очень важно, потому что это очень серьезно все-таки взять, бросить универ. И в итоге я универ этот бросила, и у меня просто как камень с плеч свалился. Я уверена, что если когда-нибудь меня заинтересует какая-то специальность, на которую я бы хотела качественно отучиться, я найду универ, в котором на нее учат качественно, действительно, и пойду отучусь, там, не знаю, накоплю денег, поступлю и так далее. То есть тоже вопрос в желании. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об обучении ради корки, чтобы в главе образования ставить галочку напротив «выше». Честно говоря, в этом, правда, не вижу абсолютно никакого смысла. Сейчас все-таки можно хорошо зарабатывать и иметь достойную специальность хорошую и без бесполезного университета. В данном случае это было бесполезно на все 100%, потому что то, как обучалась в универе я, это просто смешно. Это такое чувство, что не имеет абсолютно ничего общего с образованием. Причем еще первый курс мы провели в самом ущербном филиале вообще нашего универа, который выглядел как избушка на курьих ножках. Вообще не понимаю, как туда пустили студентов, но как-то это произошло все-таки. И мы там сидели, учились в одной аудитории целый год. Потом уже на второй курс нас перевели в хороший корпус. И спасибо хоть за это. И возвращаясь к вопросу, почему я бросила Литуаль, так как я хотела быть визажистом и проработав уже в Литуале год, я получила год опыта работы у себя в трудовой книге с пометкой «Визажист». И на самом деле я уже чувствовала на тот момент, что это место себя исчерпало, что я оттуда взяла абсолютно все. Я познакомилась со всей косметикой, со всевозможной. Я походила на тренинги, послушала про всякие составы. Меня хорошо обучили, я хорошо там заработала, набралась какого-никакого опыта. На самом деле он был очень полезный, потому что Литуаль меня научил выдержки, стрессоустойчивости к тому, что люди бывают разные. Подтверждение этому вы можете посмотреть в моих предыдущих роликах про Литуаль. На всякий случай оставлю вам подсказку, чтобы вы знали, куда нажимать, если вы этого еще не видели. В принципе, я поняла, что мне нужно двигаться дальше, потому что, естественно, навечно остаться в продавцах, консультантах, несмотря на зарплату и прочие приколы, мне не хочется. И тогда я нашла себе курсы повышения квалификации, которые таргетировались у меня в Инстаграме. Да, честно говоря, ненавижу нажимать на рекламу, но тогда был тот самый случай, когда я решила это сделать. И меня в этой рекламе привлекло именно то, что там было написано, мол, повышение визажистов, после обучения сразу идете работать на ТВ. Меня это очень сильно заинтересовало, я созвонилась, оказалось, что да, так оно и есть, и это действительно правда. Я тогда поняла, что все, в таком случае с Литуалем конец, и я узнала просто, когда начнутся курсы, повышение квалификации, в какие даты. И чтобы мне можно было отработать две недели, я написала свое заявление, записалась на эти курсы, отработала последние две недели. Честно говоря, хотелось бы запомнить свой последний рабочий день, но я этого не сделала, я помню только первый. И на самом деле я очень благодарна этому опыту, потому что работа в Литуале помогла мне разобраться в себе, выбрать себе профессию уже на 100%. Но на тот момент было все прям очень логично, очень гармонично и понятно. Вот такие вот дела. Просто у меня часто спрашивали, а если там так хорошо, что что ушла? А ушла я, собственно говоря, потому что я хотела двигаться дальше, потому что Литуан для меня не предел, и я решила себе это доказать. Вот. И я хочу вам сказать, что главное, вы не бойтесь менять свою жизнь, не бойтесь менять работу, сферу деятельности, не бойтесь бросать то, что вам не нравится, как в моем случае был универ, не бойтесь расставаться с тем, что вас бесит, и наслаждайтесь своей жизнью и тратить так, как вам вздумается, а не так, как вам это диктует общество. Главное, чтобы вы были достойными людьми, самодостаточными и нашли свое дело. Но в любом случае, по поводу всего решать вам. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам было интересно провести со мной это время. И если это так, то, пожалуйста, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!